Ремонтная кампания Ремонтная кампания Ремонтная кампания Ремонтная кампания Ремонтная кампания Ну и тройка за безопасность. В этой части измерялась дорожная разметка, то есть организация дорожного движения, знаки, цветофорные объекты. Ну здесь действительно необходимо усиливаться. Как будем тройку исправлять? Текущие свои работы. То есть на самом деле мы ежегодно… То есть вы согласны? Оценка объективна? Есть о чем поспорить в части разметки, есть о чем поспорить. Ну действительно, то есть по безопасности городу есть куда двигаться, и поэтому в том числе и участие в проекте нам позволит ситуацию исправить. Мы ждем комиссию в следующем году или когда приедут. То есть мы открыты в принципе для оценок со всех сторон, поэтому я думаю, что ситуацию возможно исправить. Вы продолжаете инспектировать дороги или вот уже как бы сезон закрываемый и достаточно лет? Нет, я могу сказать, что эта работа продолжается, тем более сам ресурс в большей степени нацелен не так, что вот какие-то некие инспекторы, прям отдельно взятые из ОНФ этим занимаются. Это же ресурс для граждан. И каждый гражданин в этой части может использовать ресурс, в том числе мобильное приложение, которое запущено с того года. То есть и отмечать. И собственно, те 920 участков дорог, которые в Алтайском крае отмечены, они отмечены гражданами. Ну давайте действительно поговорим сейчас о карте разбитых дорог. Она так у нас называется, убитых дорог. Она доступна в интернете. Вот сейчас мы с вами на экране ее посмотрим. Выведем на большой экран, пожалуйста, чтобы зрители тоже видели, о чем мы с вами говорим. 522 дороги, добавленные на карту. Из них 390 километров – это убитые дороги. Все верно на сегодняшний день? Цифры совпадают? Да. Если мы посмотрим на город, зеленым – это то, что отремонтировано, а красным – это убитая дорога. Ну вот, не знаю, с первого взгляда, кажется, убитых все еще больше, чем отремонтированных. Их достаточно много, но тем не менее, как Антон Андреевич сказал, основные магистрали, если мы с вами посмотрим по осям, они уже приведены в нормативное состояние. Изначально позиция, ну она и граждан, и наша позиция, она совпадает. На 90% у нас рейтинговые форматы совпадают в течение уже третьего года. То есть между пожеланиями барновольцев, которые отмечают, собственно, и голосуют, мало того, что они отметили, еще же речь идет о рейтинговом голосовании, когда на карте за каждый участок жители отдают свой голос лайками, либо дизлайками, то есть поддерживая, не поддерживая. Вот в этой части мы совпадаем, на самом деле, уже практически третий год на 90%, действительно ремонтируем самые важные магистрали, то есть значимые, то есть с точки зрения общественного транспорта, маршрутов. Сейчас в большей степени участков, когда люди видят эффект, да, то есть появляется по дорогам частного сектора, по малым, так скажем, нашим улицам. И их действительно много в количественном выражении. Дорожный комитет на эту карту реагирует, берет ее за основу своей работы? Ну, как сказал Сергей Анатольевич, то есть у нас 90% совпадений и по нашим планам, и по карте убитых дорог. Там действительно много таких дорог, которые находятся в частном секторе, которые внутри микрорайонов находятся, и как бы городского значения не имеют для большинства голосующих, а отдельно вот живущих на данных улицах. Я могу просто статистику показать, то есть вот если в целом взять по стране, да, то есть там, ну, порядка 7-200, да, то есть отремонтировано капитально участков дорог, это 15,4% от общего количества нанесенных меток, да. То есть по городу Барнаума, будем говорить, у нас этот показатель 23%, да, то есть отремонтировано. То есть мы в этой части пользуемся, то есть помимо того, что по рейтингу совпадаем, да, и еще обращение, то есть идут обращения. Плюс есть такой инструмент, который вот запущен благодаря мобильному приложению, то есть это локальные дефекты, там взаимодействие этого мобильного приложения идет с системой ТАЛОН, это Минтрансовская, федерального Минтранса программный продукт, то есть и этот сигнал отмечен на карте убитых дорог, то есть в том числе благодаря мобильному приложению автоматически попадает уже Федеральное дорожное агентство, дальше в наш региональный Минтранс и уже дальше на отработку, собственно, профильному комитету. Соответственно, реакция здесь идет достаточно быстро. Другой вопрос, что мы ограничены финансами. К сожалению, вот благодаря капиталоемким вложениям мы все меньше и меньше оставляем средствами на текущее содержание. То есть, а вот ямочный ремонт, да, это и есть как раз текущее содержание. Давайте поговорим еще немножко с представителем профильного комитета об объектах, работа на которых ведется сейчас, в частности, расширение Ленинского проспекта. Меня как автомобилиста это очень радует, в районе Матросов расширили. Так, Аносово полотно стало шире, въезд на железнодорожный мост тоже расширили, при этом железнодорожный мост не расширили. Уже много раз об этом говорили, что есть возможность убрать рельсы, пустить их трамвайные в другую сторону на проспект Калинина. Невозможно все это? Нет такой возможности убрать рельсы и пустить на проспект Калинина. То есть, трамвайные пути исторически сложившиеся. Это будет дороже, чем построить еще рядом один новый мост. Хорошо, какой есть выход? Тогда непонятно, для чего расширяем Ленинский, если все равно мы встаем вот здесь в это горлышко. Как раз таки очень понятно, да, мы сейчас подготовили все мероприятия, которые нам позволят в дальнейшем при реконструкции моста обеспечить. То есть, мы делаем проспект Ленина, и мы понимаем, что на перспективу необходимо вот эту проблему Ленина-Матросова, Ленина-Аносова, то есть вот этого перекрестка, ну достаточно такого нагруженного и в часы пик, и в дневное время решить. Поэтому мы решаем, исходя из тех средств, которые у нас сейчас есть. У нас есть готовый разработанный проект, который получил положительное заключение экспертизы. Кроме того, этот проект участвует опять-таки в нашем национальном проекте. На последующие годы запланировано расширение этого моста. Там общая стоимость порядка миллиарда рублей, там два моста, если говорить конкретно. Тот самый, который сейчас с запасной аварийной, да? Нет, нет, нет. То есть, визуально этого не видно, да, если спуститься под мостовое пространство, то можно наблюдать, что это два разрывных моста, один восьмипролетный через основную железную дорогу, и второй в отдалении через второстепенную железную дорогу, трехпролетный мост. Вот стоимость реконструкции обоих этих мостов стоит порядка миллиарда рублей. И, конечно, то есть реализация возможна только в рамках национального проекта. Поэтому в последующие годы, с 2021 года мы пока планируем приступить к реализации. Нужно готовиться, нужно понимать. У нас сейчас готовится наш коммунальный старый мост к ремонту, там сроки ремонта тоже порядка года будет занимать. И мы не можем перекрыть сразу до таких два значимых моста, основные движения. Ведь, когда мы приступим к реконструкции, мы разберем этот мост полностью, и движение будет, ну, скажем так, остановлено чуть ли не на 70%. Ну, не это, наверное, причина действительно финансирования, потому что тот же самый коммунальный мост, о котором Антон Андреевич сказал, то есть с большим трудом, в том числе при участии общероссийского народного фронта, все-таки удалось его передать на федеральный баланс. Там появился сейчас хозяин, который, собственно, и входит в этот капитанный ремонт, потому что даже уже при наличии трех, по-моему, решений судов, да, то есть было большое сопротивление федерации, которая не собиралась забирать этот мост, то есть не определять, условно говоря, хозяина-управленца, да, то есть у продора Алтай, которым сейчас стал, да, то есть для того, чтобы приведить его в нормативное состояние. Это большая, на самом деле, проблема, потому что это уже вопрос, в принципе, целеполагания в национальном проекте. В этой части мы тоже транслируем с разных площадок необходимость изменения подходов, потому что два года БКД реализовывался вообще без капиталоемких вложений, это только текущий ремонт. В этом году нам разрешили уже стройки, собственно, два объекта мы в этом году с переходящим форматом делаем, то есть большая реконструкция, которая еще в советское время была запланирована по Попово, до Трактовой, ну и, собственно, по мостам это еще большая проблема. На госсовете у президента эту тему поднимали, ну и в этой части действительно без федерального финансирования этого сделать невозможно. Ну а там нужно, как я сказал, изменять еще и цели полагания, потому что даже базовые принципы, так называемая протяженность от ремонтированных дорог, она не считается в приведенном формате, то есть о чем говорю, да, о том, что сейчас просто важно, как субъект сделал какое количество километров, при этом не считается площадь, потому что одно дело сделать узенькую маленькую улочку в частном секторе, получить километр, да, отремонтированного полотна, другое дело, к примеру, сделать наш Змеиногорский, да, который имеет четыре полосы. То есть и вот эти вещи все регионы говорят, что необходимо учитывать, учитывать, ну, так называемую площадь выполняемых ремонтов, для того, чтобы это было индикативным показателем, да, и в этой части изменить подходы от части федерации. Ну, в любом случае, приятно слышать, что все же работа в этом направлении ведется, пусть это не сегодня, не завтра все произойдет, но будет. Вот от улицы Привокзальная до улицы Юрина строительство прямой дороги тоже уже обсуждали не первый раз, не первый год. Это на уровне обсуждений или тоже будет? Ну, надо в первую очередь сказать, что генеральным планом, так скажем, возможность данного решения предусмотрена. Это говорит о том, что в первую очередь будут на будущее зарезервированы земли для того, чтобы реализовать этот проект. Но, конечно, о каких-то проектных решениях пока говорить рано. У нас есть перспективные наши проекты, которые необходимо реализовывать, на которые уже есть проектная документация. Но, по крайней мере, генпланом данное решение застолбили. И это уже значит о том, что реализация возможна. Ну, как вы считаете, подобная дорога необходима в городе? Избавят ли от пробок? Ну, от пробок, наверное, сложно будет избавить. Только хуже все будет. Потому что все-таки действительно автомобилизация растет. То есть, и уже ни для кого не удивительно, что у многих семей там не по одному, по два автомобиля. Да, мы это видим по собственным дворам. То есть, по большому счету, здесь, наверное, действительно есть вопрос о популяризации общественного транспорта, приведении соответствующих. Но здесь тоже есть своя специфика. Все-таки, действительно, у нас огромное количество людей живет в так называемых спальных районах. А здесь в этой части, наверное, в большей степени вопрос не к дорожникам, а к принципам градостроительной политики. Когда деловые бизнес-центры как-то нужно смещать, нужно социальные объекты, инфраструктуры реализовывать. Ведь у нас в тех же спальных районах больших центров диагностических, то есть поликлиник не появлялась и не строилась 30 лет. То есть, там последняя поликлиника была построена на излете Советского Союза. И, собственно, сейчас только губернаторской команде удалось, опять же, пролоббировать эти форматы в приестопилино для того, чтобы там эта стройка начала реализовываться. То есть, тогда мы, в принципе, с вами уменьшим в том числе транзит, условно говоря, центр и спальные районы отчасти. Но от пробок, наверное, мы точно не избавимся и, к сожалению, это объективная реальность. На каком этапе сейчас сезон по строительству дорог? Когда поставим точку окончательно? Ну, мы, наверное, в одном шаге от финиша, потому что на этой неделе завершаются полностью наши контракты. До 1 октября у нас все сроки были предусмотрены, поэтому тот 31 объект, который на этот год мы планировали завершить, он завершится. Два объекта переходящих, это Попова и Солнечная поляна. Мы их продолжим вплоть до Снежного покрова, выполнять те работы, которые возможно делать. И со следующего года уже приступим к их реализации. Уже есть понимание по объектам следующего года. Сейчас как раз готовим всю необходимую подготовительную и сметную документацию, и конкурсные процедуры. Ну, из крупных объектов следующего года какие? То, что планируется уже в следующем году, у нас останутся крупными объектами наши Попова и Солнечная поляна, потому что они завершатся. Ну, а по перечню мы, скажем так, исходя из просьб наших жителей, уходим в периферию. Будем делать дороги на поселки наши, связывающие как раз отдельные микрорайоны с городом. То есть, обратим внимание на эти промышленные зоны, у нас также требует внимания на сегодняшний день к ремонту. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. К сожалению, ограничено у нас эфир и нужно прощаться. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспортному связи города Барнаула, и Сергей Войтек, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае.